Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим на частоты процессоров Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800, оценим рекордный разгон Rocket Lake и узнаем когда стоит ждать RTX 3060 на 12 гигабайт. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. И с вашего позволения я начну с красного лагеря, где были рассекречены новые процессоры Ryzen. По информации инсайдеров, Ryzen 9 5900 получит все те же 12 ядер, но потеряет в бусте 100 МГц. Аналогичная ситуация будет и с Ryzen 7 5800, который тоже потеряет 100 МГц буста вместе с приставкой X. Оба процессора будут существовать в теплопакете 65 Вт и продаваться в OM-сегменте. Однако источник не раскрывает базовые частоты и в таблице указаны лишь ожидаемые. По аналогии со старыми поколениями, AMD скорее всего урежет базовую частоту, за счет чего процессоры впишутся в свой теплопакет. Хотя почти на всех экземплярах Ryzen без приставки X можно выжать частоты старших моделей, поэтому проблемой это не будет. Ну а если вы думаете прикупить новый Ryzen 5000 серии, то определиться с выбором можно на e-каталоге. Для этого нужно просто перейти в раздел с процессорами и в фильтрах выбрать пятое поколение вместе с интересующей вас моделью. На вкладке где купить можно в один клик отсортировать предложение по цене и посмотреть на наличие доставки. А если вам не нужна боксовая версия, то можно просто переключиться на OM. Также на e-каталоге можно сравнить процессоры друг с другом и узнать разницу как в рабочих частотах, так и в результатах тестов. И конечно же можно сравнить процессоры по теплопакету и узнать рекомендуемую частоту оперативной памяти. А ссылки на e-каталог я оставил в описании под видео. Тем временем в китайской социальной сети появились тесты процессора Ryzen 7 5700G, который будет представлять Zen 3 со встройкой на десктопной платформе. Инженерник имел частоту до 4,4 ГГц и кодовое имя, которое уже всплывало в утечках. Инсайдер протестировал его в CPU-Z, где Ryzen 7 5700G показал на 20% больше баллов в однопотоке, чем существующий Ryzen 7 3700X. По словам источника, новинка будет стоить около 296 долларов при покупке оптом. А сам 5700G можно легко разогнать до 4,7 ГГц. Такой разгон приносит 5% производительности на ядро и 10% по всем ядрам. А в зелёном лагере идёт полная подготовка к новинкам. Компания NVIDIA выпустила тизер, который рассказывает о чём пойдёт речь на предстоящей презентации. Изображение ноутбука в тизере явно намекает на анонс мобильных ускорителей RTX 3000. А связь процессора с памятью видеокарты прямо говорит о технологии Resize Bar. Также боковая надпись GeForce RTX может означать анонс десктопных видеокарт, например RTX 3060 на 12 ГБ, с которой кстати получается полная путаница. Ресурс видеокартс опубликовал фото видеокарты, которая также представлена в исполнении TUF Gaming, но не имеет приставки Ultra. По их данным она получила точно такую же систему охлаждения, как и видеокарта RTX 3060 Ti, но вот сам кристалл будет немного другой. Ранее предполагалось, что младшие модели будут построены на GA106-400. Теперь же имеется информация о модификации GA106-300, который по слухам получат обе модификации RTX 3060. Однако инсайдеры утверждают, что Nvidia отменила 6-гигабайтную модель видеокарты, хотя некоторые источники все еще утверждают, что просто отложила. А по последним данным запуск 3060 на 12 ГБ состоится в феврале, так как Nvidia поменяла график релиза на январь. В общем, с RTX 3060 получается полная путаница и однозначной информации просто нет. Остается надеяться, что презентация прольет свет и расскажет о ценах и датах выхода. Тем временем, компания MSI выпустила еще один вариант исполнения Ventus 2X для видеокарты RTX 3060 Ti. По данным производителя, для Ventus 2X OC V1 заявлена та же частота работы графического процессора и тот же уровень энергопотребления. Ключевое отличие моделей – это размер. Новинка с приставкой V1 тоньше на 10 мм и занимает два слота расширения в корпусе. Кроме того, она оснащена только одним восьмиконтактным разъемом питания, а не двумя как оригинальная модель. В синем же лагере был разогнан неизвестный процессор Rocket Lake. Один из пользователей Twitter опубликовал несколько коротких видео, на которых демонстрируется попытка экстремального разгона с использованием жидкого азота. К сожалению, неизвестно, кто является автором роликов и какая именно модель процессора используется в эксперименте. Однако разгон проводился с участием материнской платы Gigabyte и судя по всему на базе чипсета Z590, на что намекает внешний вид интерфейса BIOS. Также в кадр попадает изображение программы CPU-Z, где можно отметить наличие AVX 512F из США, которых нет у процессоров Comet Lake. Плюс ко всему, на Rocket Lake S указывает объем кэшей на ядро 48 килобайт L1 и 512L2. Скорее всего, в видео используется восьмиядерный Rocket Lake, который был разогнан до частоты 6923 МГц. Он работал в паре с оперативной памятью на частоте 6666 МГц при скромном напряжении в 1,83 В. По мнению ресурса VideoCards, автором видео может являться сама Intel, которая наняла какого-нибудь оверклокера для рекламы разгонного потенциала одиннадцатого поколения. И уже на днях появятся новые материнские платы на пятисотой логике, а в преддверии этого события в сети стало известно о Gigabyte Aorus Extreme на чипсете Z590. В новинке производитель не только добавил поддержку PCI Express 4.0, но и усилил под систему питания платы. Теперь она построена по схеме 20 плюс 1 фаза, тогда как старая модель имела всего 16 плюс 1. Также плата получила по одному десяти гигабитному и двух с половиной гигабитному разъему LAN и поддержку беспроводного стандарта Wi-Fi 6E. В оснащение по-прежнему входят три основных разъема PCI Express X16, два из которых получили поддержку нового интерфейса PCI Express 4.0. Кроме того, в состав новинки входят три слота M.2, два из которых будут иметь также PCI Express 4.0.0. Сама же Z590 Aorus Extreme является единственной известной материнской платой, для которой заявлен пока еще не анонсированный звуковой кодек Realtek ALC4080. Предполагается, что он будет использоваться только в топовых материнских платах на базе чипсета Z590 и придет на замену модуля ALC1220. Плюс ко всему в сети появились изображения ROG Maximus 13 Extreme Glacial и ROG Maximus 13 Hero на Z590. Отличительной чертой материнской платы Extreme Glacial является предустановленный водоблок, который отвечает за отвод тепла от процессора, элементов системы питания и микросхемы логики. Также стоит отметить наличие разъема оперативной памяти со специальным адаптером под SSD и различные плюшки для энтузиастов, в числе которых площадки для измерения напряжений, различные кнопки и переключатели. Плата же Hero в большинстве своем повторяет прошлую модель, но технических подробностей пока что нет. Кроме того, веб-ресурс видеокардз поделился изображениями моделей Asus Prime Z590A и TUF Z590 Plus Wi-Fi. Версия Prime получила разгон оперативной памяти до 5000 МГц и впечатляющие 18 фаз питания. Оплата линейки TUF Gaming предложит точно такой же питальник, но в своем фирменном черном исполнении. А по информации Bloomberg, корпорация Intel ведет переговоры с TSMC и Samsung по поводу аренды их производственных мощностей. Переговоры с Samsung, чьи контрактные и технические возможности уступают TSMC, находятся на более предварительной стадии. Но представители обеих компаний от комментариев отказались. Ключевой датой, после которой ситуация должна проясниться, является 21 января. Именно в этот день состоится годовой отчет Intel, на котором генеральный директор Bob Swan выступит с докладом по планам аутсорсинга. В любом случае, любые полупроводниковые компоненты, которые Intel могла бы поставлять из Тайваня, поступят на рынок не раньше 2023 года. TSMC как крупнейший контрактный производитель готова предложить Intel и 5 нанометров и 4 нанометра. Она уже заявляла, что освоит пробное производство четырёх нанометров в четвёртом квартале 2021 года, а массовые поставки будут в следующем году. По информации одного из источников, к концу этого года тайваньский гигант планирует ввести в эксплуатацию новый производственный комплекс в китайском округе Баошань. При необходимости он может быть полностью отдан на нужды Intel. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.